Всем доброго времени. Давайте сейчас посмотрим, что хотят передать духи предков. Послание от предков как раз взяла такой оракул. Мы сейчас посмотрим. Я вспышку специально не включала, чтобы нам хватило времени посмотреть. Ну а за более личной консультацией вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Давайте посмотрим, что хотят передать нам духи предков. Загадываем только себя. За более личной консультацией можете обращаться ко мне на WhatsApp. Послание будет общее. Понимаете, да? Давайте посмотрим. Духи предков, что хотят нам сказать. То, что нужно ставить какие-то приоритеты и не идти на мнение других людей. Здесь будет какой-то выбор. У вас будет какой-то выбор. Вы должны сделать его правильно. Либо вы находитесь сами сейчас в выборе. Смотрите. Выбор может быть разный. А то сейчас в комментариях будет. Я не знаю, про какой выбор говорят. Ну, выбор работы, выбор мужчин, выбор лечения, выбор квартиры. Ну, выбор. Тут духи предков говорят про выбор. То, что, да, вот они. В мир Нави они ушли, их уже нет. Они говорят о том, что вам как-то пытались подсказать. Снились сны, но вы их не понимали. Они освещают вам путь. Они пытаются освещать вам путь. Но вы можете обращаться и к повелителю нижних миров. То есть, несмотря на то, что это будет звучать странно, но нижние повелители миров слышат вас, и вы можете обращаться к дьяволу. Чёрная сила может помогать вам. Не надо много пить. Почему-то, я не знаю, вот послание, кому это, кому это подходит, и принимайте на себя. То есть, не надо много пить. Или у вас могли что-то сделать на алкоголь, да, чтобы вы пили, допустим, грубо говоря. То есть, нельзя пить. Вам не надо пить. Вам нужно как-то, или же кто пьёт из семьи, это всё предотвратить, ограничить. Есть враг, огнедышащий змей, который дышит на вас враг и хочет вас истребить. Внести в вашу жизнь один лишь холод. Кстати, у кого-то любимое время года. Зима. Какая-то женщина узнаёт за вас информацию, и ваш дух предков по мужской линии пытался об этом сказать. Вы как будто бы его не слышали. Они охраняют ваших детей, да. То есть, вот. И также говорят, что охраняйте, и вы тоже. Потому что очень много злых людей рядом. Опять, они говорят о воровстве, о воровстве денег, ресурсов. То есть, да, опять же, смотрите, будьте бдительны. Даже предки тут передают вам о том, что хотят украсть деньги. Воруют средства. Женщина, может быть, даже родственница ворует, что-то пытается, да, как-то. Она подслушивает какую-то информацию за вас. Злобные дочери. Так. Злиться. Хочет вас в чём-то ограничить. Но духи рода говорят, что... Что они видят и слышат вас, но вы не слышите их. Очень много нижних миров. То есть, они говорят о том, что, в принципе, да, дьявол тоже может помогать. Он слышит, я не от себя говорю. То есть, они говорят, тут и предки по линии женщины, по линии мужчины вышли. Кто-то может изучать Таро из вас. Они говорят, можно это сделать, в принципе, да, связаться с проводником знания, изучать его. В дом придут какие-то благие... Благие вести к вам в дом придут. Только не надо, знаете, как самовольничать, пытаться что-то. Вот нужно тоже... Не все люди желают зла. Прислушивайтесь, допустим, к другим людям. А вы собрались в поездку, и они будут охранять вас. У кого-то богиня Леля может тоже как-то пытаться охранить. Леля. Но кто-то гадает на вас. То есть, они говорят, что они гадают. Духи предков говорят, что они гадают на вас. Ваши враги гадают на вас. Род, вот сам род говорит, да. Вам нужно быть бдительным. Допустим, да, вот есть непрогляды. Их можно ставить. Я не знаю, кому это будет послание, но не ходи оставлять дары, не иди колдовать туда, куда ты ходила. Кто-то плетет из красной пряжи. Или что, я не могу понять. Вы забыли навестить одну могилу, где лежит ваш дедушка. Почему-то, я не знаю. Вот что-то это передаю, да, еще. О, дедушки. Нужно убраться, нужно помочь. Врагов нужно пиздить. Вы, конечно, извините, да, за такое, но они, конечно, так не говорят. Это я уже от себя. Но они говорят, давайте обратку. Лихо, одноглазые враги на вас насылают порчу. Надо давать откат. Нужно их пиздить. Но пиздить можно и магией, да, не только руками. Мы даем откат. Да, и уже тогда это лихо, одноглазое, которое насылали они на вас, идет к ним. Даже у кого-то домовой, который дома пытался, духи болотные пытались вас, хранители леса, предупредить об этом. Как будто вы не слышите, что ли. Но это они передают. Свет во тьме, пытайся увидеть свет во тьме. Не все темные и злые. Не знаю, кому это послание, но вот они мне говорят, и я это... Мороки на вас есть. Шаман. Через шамана, шаманизм. Есть злой шаман, который насылает на вас мороки. А шаманы тоже сильные колдуны, поверьте, я знаю. Кто-то пытается с помощью шаманов взять над вами верх шаманизму. Это очень сильный эгрегор. Ну, как бы, да, есть сильные люди. Знаю таких шаманов, которые... Вот, умирает человек, врачи не помогают, шаман помогает. А может и убить. Есть мирные, есть нет. Но вы не бессмертный феникс. То есть они и говорят. Человек, на которого делают колдовство, не может жить вечно. Даже если он живет годами, все равно он сломается. Вот они, что говорят. Колдовство может не брать годами, или накопительный эффект потом выйдет в очень большой удар. Тут могут работать. Тут работают. Тут оставляют дары за вас. Какие-то темные. Нафь. Вас хотят отправить в Нафь. Храняйте ребенка. Храняйте своего ребенка. Могут колдовать на дитя. Вот так вот. Но они говорят, что они пытаются вас предупредить. и пытаются вас предупредить вообще, чтобы вы понимали. Через сон вы чувствуете чье-то присутствие. Это все они. То есть они говорят вам об этом. Поэтому будьте бдительны. Вот такое было послание. А за более личной консультацией вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Я всем желаю добра. Думаю, что вы прислушаетесь. А кому нужно, конечно, к этому посланию. Продолжение следует...